Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги! Сегодня я хотел рассказать о современных тенденциях в хирургическом лечении метастазов рака в кости. Доглад будет касаться в основном аксиального скелета, потому что позвоночник, который очень часто поражается, это отдельная большая тема. И чаще всего онкологические ортопеды в своей практике сталкиваются, наверное, с аксиальным скелетом. Итак, как мы знаем, по частоте поражения костного скелета на первом месте стоит молочная железа, рак предстательной железы, также имеет очень высокий процент метастазирования в кости рак щитовидной железы, рак легкого, почки и желудочно-кишечный тракт гораздо реже. По локализации метастазов лидирует позвоночный столб до 59%, кости таза, ребра и проксимальное отделы бедренной кости. Как вы знаете, это связано с венозной системой БАЦ, она бесклапанной, когда опухоли локализующиеся в грудной, брюшной полости, в малом тазу, опухолевые тромбы отрываются и через бесклапанную систему попадает венозный кровоток, оседая в костях. Мы все время говорим о том, что мы оперируем метастазы в кости, делаем такие операции, но никто никогда не говорит о том, насколько востребовано это все. Мы перерыли много литературы и нашли такие цифры, что раки молочной железы в среднем это 14,5%, метастазы рака предстательной железы оперируются порядка 4%, рак легкого от 0 до 14%, в среднем 9%, почка, понятно, часто и щитовидная железа до 22%. В 1989 году Малавр сообщил о том, что востребованность хирургического компонента у пациентов с метастазами в кости 5-9%, то есть мы видим за последние 30 лет тенденцию практически увеличения в два раза востребованности хирургии. Это говорит о том, что онкология не стоит на месте, продвигается вперед, появляются новые лекарственные методы лечения, совершенствуются хирургические техники, понимаем биологию опухоли и, соответственно, понимаем, как лучше оказать наше пособие этим больным. Наиболее востребованные операции при поражении скелета это эндопротезирование, погружной на костный остеосинтез, декомпрессивно-стабилизирующая операция и остеосинтез с применением полиметилметокрилата костного цемента. Также большой литературный поиск показывает нам, что эндопротезирование весьма востребовано, и от 46-47% до 27% в среднем 35% пациентов нуждаются в эндопротезировании крупных суставов и длинных костей. Остеосинтез с применением полиметилметокрилата где-то приблизительно по 38%. Выживаемость больных с метастазами в кости при раке молочной железы, раке почки, щитовидной железы предстательны. Одногодичная выживаемость мы видим достаточно высокая, 59-65%, 72% щитовидная железа. Рак легкого показывает достаточно низкие цифры. Шестимесячная выживаемость 24%, полтора года только 6%. Пятилетняя выживаемость также весьма впечатляет, то есть от 13% до 35%. Есть смысл помогать этим пациентам. И вот при щитовидной железе восьмилетняя выживаемость достигает 20%. Мы все знаем, что рак предстательной железы, метастазы в кости лечится достаточно неплохо на современном этапе. Но как только у больных наступают онкоортопедические осложнения, вы видите, что медиана общей выживаемости всего-навсего 6-6,1%. Однолетняя выживаемость без оперативного пособия всего-навсего 13%. Дальнейшее сообщение, скажем так, застержень с нашими дополнениями была взята вот эта вот статья «Лечение метастазов и педикулярных скелетов» известных итальянских хирургов и химиотерапевтов Капана и Кампаначи. Авторы выделяют 4 класса показаний к хирургическому лечению. Первый класс — это солитарное поражение, второй класс — патологический перелом, третий — угроза патологического перелома. На каждом из них мы сейчас подробно остановимся. Итак, солитарное поражение — это опухоли с хорошим онкологическим прогнозом, с интервалом 3 и более лет от момента лечения первичного опухоли до появления метастазов в кости. Щитовидная железа, молочная железа, прессательная железа, рак почки, коваректальный рак, миелома, ну еще лимфому, наверное, можно сюда добавить. При солитарном метастазе можно сделать радикальное удаление опухоли. Это увеличивает выживаемость при раке почки и раке щитовидной железы, достоверно доказанно, и не влияет на выживаемость при раке прессательной железы и раке молочной железы. Солитарные метастазы рака почки в кости. Вот видите, три именитых автора показывают достаточно хорошую выживаемость, пятилетнюю, от 13 до 35% при солитарных метастазах рака почки в кости. Здесь также показана выживаемость больных, которым применялся стабилизационный остеосинтез, либо протяженная резекция, или была только биопсия. Мы видим, что выживаемость отличается в разы. Пятилетние порядка 40%, а больные, которые не оперированы, порядка 70%. Было показано, что нет различия выживаемости после радикальной эндблок-резекции или кюритажа опухоли с реконструктивным компонентом, то есть, допустим, на костный остеосинтез с остеопластикой и костным цементом. Второй класс — это патологический перелом, фактор плохого прогноза. У этих больных низкий шанс консолидации, если кость уже была облучена, и очень высокий риск осложнений или возможности остеосинтеза при застарелом патологическом переломе. Здесь представлена шкала прогноза при патологическом переломе, слайд-шкала, которая была предложена Натаном. Учитывает она первичную опухоль, морфологию ее, общее состояние больного по ЭКОК, количество метастазов, солитарные или множественные висцеральные метастазы, есть они или нет, и гемоглобин. Выбрав соответствующие параметры, внизу вы видите шкалу в месяцах, которая может показывать приблизительную ориентировочную выживаемость пациентов, и в зависимости от этого выбирается уже метод хирургического лечения. Я напомню, что патологические переломы возникают, когда кость поражается по длиннику или по диаметру более 50%, это есть угроза, либо перелом может состояться, и менее 50% по костно-мозговому каналу, либо по корковому слою, угрозы перелома нет. Итак, 35% пациентов на момент первичного обращения имеют риск патологического перелома. Этот факт, как уже говорилось, негативно влияет на ожидаемую продолжительность жизни. До 29% больных при первичном обращении имеют уже состоявшийся патологический перелом, который является первым симптомом онкологического заболевания. Только 41% пациентов с патологическим переломом 95% больных оперированы по поводу состоявшегося патологического перелома, и только 7% больных с целью профилактики. Автор говорит о том, что онкологи нехирургического профиля не насторожены в отношении патологических переломов и присылают больных на лечение только когда факт уже свершился. Поэтому нужно стремиться к профилактике. Вот это класс 3, угроза патологического перелома при костях и силового скелета. Он может являться предиктором ответа на специальное лечение. То есть если есть угроза у пациента, допустим, рак молочной железы, мы можем, и больной не лечит, мы можем сначала на первом этапе попытаться применить специальное лекарственное лечение под контролем, но и в случае необходимости выполнить ортопедическое пособие. Плохо или вообще не отвечает на специальное лечение при метацатах кости – это рак почки, рак легкого, рак поджелудочной железы, рак матки и опухоли желудочно-кишечного тракта. Показания к нехирургическому лечению – это лекарственная лучевая терапия и малоинвазивная хирургия, в том числе и вертобропластик, так как остеопластика, радиочастотная термооблакция, кривооблакция и так далее. Это пациенты с деструкцией без угрозы патологического перелома, если есть ответ на специальное лечение или наличие зоны остеосклероза в метастазе, когда возможна только ампутационная хирургия, если не проводилось никакого другого лечения, то есть попытка консервативного лечения этих пациентов. При поражении плоских и коротких костей, исключая солитарное поражение, когда есть смысл удалять их и тем самым улучшать прогноз онкологический, крыло подвздошной кости, лонная седалищная кость, также исключая солитарное поражение, и возможно малоинвазивное вмешательство, если метастаз располагается, допустим, в крыше дертужной впадины или в крыльцово-подвздошном сочленении, вызывая болевой синдром у пациентов. Хирургическое лечение длинных костей, метаписезарный регион. Проксимальное отдело бедренной плечевой кости – это зона высоких механических нагрузок, соответственно, это очень зона высоких рисков при патологическом переломе, если в этой зоне возникает метастаз. При поражении первого и второго региона однозначно показано эндопротезирование, хотя я могу поспорить с авторами, что во многих ситуациях при поражении, допустим, шейки, при хорошем погружном остеосинтезе с использованием блокирующих винтов и остеопластики в обязательном порядке, в очаг поражения, мы видим хорошие результаты, и наши пациенты по 2-3-4 года пользуются этой конечностью, не получая никаких проблем. Ну и плюс, конечно, здесь экономический момент, не каждое ограничение в квотах, больным которым можно было бы поставить эндопротез, мы иногда используем костиосинтез, но если есть прямые показания, то в обязательном порядке эндопротезирования. Итак, зона 1. Возможно ортопедическое протезирование, протезы недорогие, и, соответственно, можно их широко использовать. Зона 2 — это межвертельная зона и ниже хирургической анатомической шейки. Здесь, конечно, показано онкологическое протезирование с использованием модульных протезов. Необходимо использовать длинные ножки. Чем ножка длиннее, тем лучше. Почему? Потому что опухолевой процесс, он может распространяться по каналу дальше, и, соответственно, если мы используем цементную фиксацию, рассверливаем канал, заполняем полностью костно-мозговой канал цемента, мы создаем дополнительный стержень, вроде как костиосинтез, что является также профилактикой перелома. Пробки для костно-мозгового канала не используются, и в обязательном порядке нужно использовать все приемы для профилактики выехов. Это мышечная реконструкция, биосинтетические ткани трувира, из которых чулок, который подшивается к капсуле, восстановление капсулы, ну и так далее. Это метаэпифизарный регион, колено, локтевой сустав и дистальная голень. При поражении зоны 1 или 2 менее 50% используется накосную стеосинтез с полиметилметокрилатом, зона 1 или 2 более 50% онкологические модульные протезы. И первая-вторая зона однозначны онкологические модульные протезы. Также используются длинные ножки, фиксация только цементная, пробки не используют, применяется активно пластический компонент, например, при резекции большеберцовой кости мускулес гастокнемиус, если дефицит мягких сканий, можно использовать различные мышцы, перемещенные на осевом кровообращении. И при локализации в проксимальном отделе большеберцовой кости используется накосную стеосинтез с полиметилметокрилатом, либо резекция с ортродезом. И диафизарный регион Капана и Кампаначи предложили такую таблицу, которая учитывает выживаемость. Менее одного года это опухоли высокозлокачественные, такие как рак легкого, меланома, рак поджелудочной железы. Это 1-2 года. Это опухоли желудочно-кишечного тракта, и более 3 балла присваивается. Более 2 лет это молочная железа, почка и так далее. 6 лет. Поражение тибия, плечо, диафиз 1 балл, диафиз бедренной кости 2 балла, и расположение метастаза, это межвертельное или надэпикандилярное, 3 балла. Поражение кости на 1 треть 1 балл, половина диаметра 2 балла, и составившийся перелом 3 балла. И ответ на лечение, соответственно, если есть 0 баллов, 3 балла. Если пациент набирает до 5 баллов, используется простой диротационный штифт, остеосинтез, потому что ожидаемая продолжительность жизни у этого больного она будет невысокой. При 10 баллах до 10 баллов используется комбинированный остеосинтез, это диротационные штифты с полиметивным крылатом на костный остеосинтез, также с использованием костного цемента. И от 10 до 15 баллов это эндопротезирование, либо спейсер на диротационном штифте. Хирургическое лечение таза, крыло подвздошной кости и переднее полукольцо, консервативное лечение, за исключением того, если это солитарный метастаз. При метастазе в крыше вертвожной впадины выполняется резекция, потому что есть риск протрузионного перелома, либо если он уже состоялся, протрузионный перелом класс 2, при его угрозе без ответа на лечение выполняется кюритаж опухоли с эндопротезированием, либо без него, в зависимости от ситуации, и реконструкция полиметил, метакрилатом. Таким образом, частота востребованности хирургического компонента в настоящее время достигает 15%. Одногодичная выживаемость после хирургического лечения по поводу метастазов, аксиальный скелет, превышает 50%, а однолетняя 25%. Это показывает, что проблема, и есть смысл заниматься активно. Основные факторы прогноза это морфология первичной опухоли, количество метастазов, поражение висцеральных органов, и наличие либо отсутствие патологического перелома. Хирургическое удаление солитарного очага улучшает выживаемость при раке предстательной железы и раке щитовидной железы. Это достоверные цифры. Но хирургические края не являются прогностически важными. То есть, радикальная операция либо резекция внутриопухоли, так называемую, интерлижную, прогноз одинаков. И агрессивная хирургическая тактика коррелирует с выживаемостью морфологии первичной опухоли, количество костных метастазов, профилактика патологического перелома и ожидаемый ответ на специальное лечение. В 2005 году на 9-м онкологическом конгрессе мы с Мамеджи Владычем представили методику выбора тактики метода хирургического лечения у больных с патологическими переломами длинных костей. Здесь алгоритм выбора тактики включает в себя состояние пациента, костные метастазы, наличие или их отсутствие висцеральной метастазы, проводимое специальное лечение, состояние костной ткани, гистологический субстрат опухоли, также бальная система, и можно выбрать показанное хирургическое лечение, оно возможно или лучше его не делать. И, соответственно, в те времена времена были еще бедные, мы начинали этим проблемами заниматься в 90-х и активно использовался через костную синтез, который вы видите посредине средняя строчка, он включен. Значит, для выбора метода мы также используем локализацию, протяженность поражения, пораженная кость, мягкотканный компонент, гистологический субстрат опухоли, чувствительность к специальной терапии и давность перелома. И вот, например, больная в 95-м году по поводу метастаза рака молочной железы получила патологический перелом с укорочением конечности до 5 сантиметров, набрала на 4 балла активная хирургическая тактика. Можно выбрать эндопротезирование через костную синтез, но умение показан интермедулярный остеосинтез. Мы выбрали через костную остеосинтез поскольку еще раз говорю, в те времена с эндопротезированием в 95-м году было очень плохо. И вот результат. Через 3 месяца на фоне гормона лучевой терапии в аппарате Лизарова в колоченный перелом удалось перевести в практически нормальную костную структуру и архитектонику. Произошло сращение перелома, через 3 года вы видите, больная демонстрирует великолепные функции. Ну а на сегодняшний день в этот 12-й год метастаз рака почки в кости таза больной выполнена резекция полукольца, о чем мы даже тогда не могли мечтать и думать, что такие операции можно будет делать в 90-х годах. прекрасный функциональный результат. Спасибо за внимание. Спасибо, Валерий Вячеславович. Кому угодно вопросы задавать. Да, Михаил Вячеславович, пожалуйста. Валерий Вячеславович, будьте добрые. Ваши отношения к группе пациентов, которые обычно попадают, достаточно часто попадают в ортопедические стационары травматологические, это группа пациентов, предположим, с метастазами рака почки, рака матки, у которых есть патологический перелом, даже при небольшой протяженности, и которым травматологи выполняют либо накосный остеосинтез, либо интермедулярный остеосинтез. У нас сейчас достаточно большая группа этих пациентов попадает после таких операций на повторные операции в связи с нестабильностью конструкции, продолженным ростом и болевым синдромом. Ну, понимаете как, отношение двоякое. С одной стороны, мы выполняем работу ортопедов и травматологов, которые, в общем-то, если знают хирургические подходы, то они совершенно спокойно могут этим больным оказывать помощь. Но, как видите, надо учитывать очень много факторов. В каких-то ситуациях им удается справиться с ситуацией, допустим, у меня есть больная, у которой дважды оперировано по поводу диафизарных переломов на фоне метастаза рака молочной железы обоих бедренных костей, установлен блокируемость остеосинтез, слава богу, у больной все хорошо. Но есть, конечно, такие огрехи, про которые вы говорите, это пациент, допустим, с громадным литическим метастазом диафиза, солитарный метастаз, рак почки, остеосинтез погружной, и, естественно, продолженный рост, появление метастаза в легкие и в кости, потому что больного не отправили к конкулогу. Вроде как застабилизировали, не болеет, но он и ходит себе. А потом, когда появился, уже были множественные метастазы в кости, конечно, здесь тактика была неправильная. Поэтому отношение такое двоякое. Поэтому надо популяризировать методику среди травматологов-ортопедов, чем мы, в общем-то, и занимаемся. Валерий Вячеславович, вот продолжение вопроса Михаила Юрьевича. У меня вопрос такой. Вот рак щитовидной железы проводит один-второй курс радиотерапии, при очередном контроле выявлен при остеосинтеграфии метастаз солитарной диафиза плечевой кости. Пациентка не жалуется ни на что, и это, как, скажем так, планируемая случайная находка. Что делать с такой пациенткой? Рекомендовать ей следующий курс радиотерапии, который по срокам положен где-то через 5 месяцев, либо активная хирургическая тактика? Я бы применил активную хирургическую тактику, поскольку показано, что прогноз у больных с метастазами рака щитовидной железы при современных подходах, как Вы правильно говорите, с применением радиотерапии, он достаточно хороший. А 5 месяцев, если мы будем ждать, будет прогрессировать метастаз, произойдет перелом, естественно, прогноз конец. Это третий класс, угроза патологического перелома? Да, конечно. Спасибо. Кому еще угодно вопрос, пожалуйста. Спасибо. Я хотел Вас спросить, Вы сегодня коснулись темы внеочагового компрессионного новостей синтеза. Валерий Шевчанович, Вы сейчас организовали новое отделение и работаете уже больше года, около двух лет, наверное. Как часто сейчас Вы пробуете, то есть используете этот метод? Никак, вообще не использую, потому что современные методики позволяют обойтись. Это мы, скажем так, начинали с Вами от бедности. Да, да. Спасибо. Мамед Жавадович, если можно, я попросил бы сейчас предоставить слово Шапошникову, поскольку его доклад является продолжением моего. Да, если есть вопросы, продолжаю. Михаил Ильич, пожалуйста. Можно я в момент Жавадович к Вашему дополнению, к Вашему вопросу. Мы не так давно применяли неочаговый остеосинтез, но там ситуация была очень интересная. То есть женщина практически с тотальным поражением костей, то есть там живого места не было и с патологическим переломом дистального бедра, там выраженнейший болевой синдром. Вот в этом случае мы применили остеосинтез внеочаговый, после этого она получила у нас полное лечение по поводу рака молочной железы. Молочная железа, да. На фоне чего консолидации не возникло и через год после начала лечения для консолидации была наложена накосная пластина, причем самое интересное, что в момент наложения пластины живой опухоли мы не обнаружили.